Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Маша и вы на канале Вкусно, Просто и Доступно! Сегодня у меня для вас рецепт приготовления карпа. Он простой в приготовлении, но такое блюдо украсит любой праздничный стол. И я просто уверена, что так вы рыбу еще не готовили. Если вам интересно, оставайтесь со мной и смотрите! Начну, конечно же, из заправки. К сметане я добавляю соус. Смотрите, я использую вустерский соус. Если у вас такого нет, вы можете заменить и добавить, конечно же, 2 столовые ложки соевого соуса и потом специи. Но этот вустерский соус мне просто обалденный к рыбке. Если у вас есть возможность, обязательно приобретите такой. Добавляю сюда соль. Ну и я люблю к рыбке добавлять кориандр, несмотря на то, что я добавила еще приправу к рыбе. Это у меня готовая смесь. Все хорошо перемешиваю и подготовлю остальные ингредиенты. Яблоки кисло-сладкие нарезаю вот такими вот ломтиками. Да-да, друзья, сегодня мы будем готовить карп с яблоками. Лук нарезаем не тонкими кружочками. И морковь вот такими большими кубиками. Беру тушку карпа. Я уже выпотрошила, вымыла все хорошо. Конечно же, вынимаем жабры. Смотрите, глаза, глаза я не вынимаю. Вот напишите мне, как правильно. В прошлом ролике вынимала глаза, сказали неправильно. Сегодня не вынимаю. Вот напишите ваше мнение и что вы по этому думаете. В комментариях я жду. Смазываю рыбу хорошо внутри и с одной стороны вверх. Голову начиняем кусками моркови. А брюхо набиваем яблоками. В общем, друзья, в итоге все готовим, так как я люблю готовить утку, но только карпа. Со мной поделились, друзья, этим рецептом. Я, когда его попробовала первый раз, я была просто в восторге. Я считаю, что такое блюдо займет достойное место на рождественском или новогоднем столе. Из лука и яблок я делаю подушку для карпа. Овощи запекутся и будут очень вкусными. Кладем карп другой стороной. И где еще не смазывали соусом, все обильно поливаем соусом. И по желанию я посыпаю еще кунжутом. Люблю сочетание кунжута с рыбой. Тку я заправила, все нафаршировала. Оставляю при комнатной температуре на полчасика промариноваться. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов на 1 час. Через час я посмотрела. Если у вас корочка не подзолотилась, как у меня, можете оставить еще на минут 10 в режиме гриль. Пока еще рыба горячая, обязательно поливаем лимоном. И все, можем подавать к столу. Обязательно вынимаем зубочистки. Их, конечно, не обязательно использовать, но я страхуюсь. Яблоки внутри пропеклись хорошо и сделали рыбу очень и очень сочной. Мне кажется, что такая рыба удивит каждого. Тем более, вот такое сочетание необычное, но очень классное. Мои рекомендации. Ну что ж, посмотрите, какая в итоге красота у нас получилась. Это просто очень вкусно. Такое блюдо подойдет на любой праздничный стол. И поверьте, что вы сможете удивить своих родных и близких. Ну и, конечно же, гостей. А сочетание рыбы с яблоками, это просто обалденно. Ну что ж, дорогие друзья, вот такой вот сегодня я подготовила для вас рецепт. Я надеюсь, что он вам понравился. Если же так, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте про колокольчик. До новых встреч, их всегда на канале вкусно, просто и доступно. Готовьте с любовью и будьте здоровы. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok